Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с событиями, которые произошли к этому часу. 140 лет спустя в регионе отметили День Самарского Знамени. Объемы возводимого жилья за пять лет в России выросли вдвое. Вопросы жилищного строительства обсудили на госсовете в Москве. Незаконная реклама не пройдет. В Самаре очистили от расклейки остановочные павильоны. Прививать любовь к природе с помощью игры в Самарском зоопарке отметили Международный день парков. На лечение в московский санаторий отправится Вячеслав Шепелев. Помощь ребенку-инвалиду оказали депутаты городской думы. Масштабное торжество в честь российско-болгарской дружбы. Сегодня в регионе отмечается День Самарского Знамени. Полотнище, которое 140 лет назад изготовили монахини Иверского монастыря, сыграло решающую роль в освобождении Болгарии. Знамя объединило русское воинство и болгарских ополченцев и стало первым государственным символом страны. Мероприятия в честь памятной даты в Самаре будут проводиться весь год. А сегодня празднование началось с богослужения в Иверском монастыре. Участники возложили цветы на могилу Петра Алабина, по инициативе которого было сделано знамя. Копия Самарского Знамени будет храниться и в Краевеческом музее. Стяг болгарской делегации передала на торжественном собрании филармонии. Спустя 140 лет в Самарском Иверском монастыре благодарственный молебен перед копией знамени, которое было изготовлено в поддержку освободительного движения Болгарии. Трехцветное полотнище объединило народы, а замыслу Петра Алабина, который в те годы был гласным городской думы, оно должно было стать символом независимости Болгарии. У славянского народа тогда не было ни флага, ни государственности. Само знамя сегодня хранится в Болгарском национальном музее, но есть и две копии, которые по обе стороны границы почитаются как великие святыни. Одна из двух известных копий Самарского Знамени сегодня находится здесь, в Иверском монастыре, а другая в городе Старозагора. Для Болгарии это не просто величайшая святыня, но и первый символ болгарской государственности, которая была заложена 140 лет назад. Бережно и с молитвой монахини делали каждый стежок. Говорят, что Варвара Васильевна Алабина тоже принимала участие в создании знамени. Но не ткань и не золотые нитки помогли защитникам Плевна и Старозагоры. Сыграло роль славянское братство и христианское единство двух православных народов. И это главное, что они пронесли сквозь исторический круговорот. Ну я в детстве, у меня была подружка болгарка. Мы с ней очень близко дружили, очень было хорошо. Они приехали с отцом, когда уже разрешено было въезд в Россию. Мы единоверцы. Это мы, как говорится, братья и сестры во Христе. Нас все равно вера христианская, православная вера, она глубоко соединяет нас. Цветы на могилу Петра Алабина возлагают вместе. Иверский монастырь – место паломничества для гостей из Болгарии. Каждый раз, приезжая в Самару, они с благодарностью посещают обитель. Сегодня здесь представители болгарской бизнес-делегации. В день Самарского знамени они тоже принимают участие в торжествах. А на территории монастыря сегодня вновь поминали градоначальника, которого история оценила как выдающегося управленца, гениального политика. Самарское знамя было тем символом, которое фактически объединило и русские войска, и болгарских ополченцев. И оно сплотило в борьбе против ненавистного османского игора. И в этом значении я вижу Алабина, что он выдвинул вот такую идею. Видимо, сам Господь Бог подсказал. И это братство русские и болгары пронесли через полтора века истории. А сегодня высказывалось мнение, что теперь это навсегда. Какое оно, героическое знамя, теперь смогут увидеть все жители и гости Самары. Еще одна копия, которая проехала с делегацией по Болгарии, теперь будет храниться в краеведческом музее имени Алабина. На торжественном собрании филармонии гости из балканской страны передали музею стяг и коллекцию фотографий времен русско-турецкой войны. На собрании вспоминали героические страницы истории Болгарии и огромный вклад самарцев в освобождение народа от османского иго. Главной темой стала дружба народов, которая крепка была и в советские годы, и сегодня вновь возрождается. Самарское знамя – это символ, подтверждающий нерешимость основ дружбы двух братских народов. Вот уже полвека эта дружба отмечена на карте Самары. Улица Старозагора буквально пропитана духом Болгарии. Разумеется, мы хотим продлить память о великом историческом моменте и для будущих поколений. В конце этого месяца начнется реставрация бульвара на улице Старозагора. Глава Самары Олег Фурсов и председатель городской думы Галина Андреянова наградили строителей улицы Старозагора и тех, кто сегодня поддерживает в Самаре русско-болгарскую дружбу. Знакомят детей со славянской культурой. Участники собрания уверены, партнерским отношениям Самары и Болгарии дан новый импульс. Мы будем развиваться в сфере культуры, экономики, туризма и образования. Мы обязательно будем вместе. У нас общие славянские корни, у нас общий алфавит и очень близкие языки. О важности истории и памяти в своем видеообращении рассказал мэр города Старозагора Живко Тодоров. С особой теплотой о дне Самарского знамени говорили гости из Болгарии. С глубокую признательность и поклон с гражданами Старозагора к гражданам Самары. Я хочу высказать глубокую благодарность от имени болгарской делегации, что мы участвуем в этом уникальном празднике. С волнением на сцену вышел народный артист двух стран Бедрос Киркоров. Он отметил День Самарского знамени – праздник, важный для обеих стран. Волнуюсь от победы, которую мы сегодня видели в этом древнем городе Самара. Это победа, чтобы болгарская делегация была у вас. Праздник Дня Самарского знамени продолжится 20 мая. На набережной у Ладьи состоится большой концерт, а юбилей улицы Старозагора в Самаре будут отмечать весь год. Олег Зверев, Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События. Комфортное жилье для всех жителей России. Сейчас в стране есть реальная возможность добиться таких показателей за 5-7 лет. Вопрос жилищного строительства стал одним из основных на Госсовете, который прошел в Москве под председательством президента Владимира Путина. Участие в нем принял и губернатор Самарской области Николай Меркушкин. По итогам прошлого года в стране в эксплуатацию было сдано 85 миллионов квадратных метров жилья. Самарская область по этому показателю лидирует в ПФО. Построили больше 2 миллионов квадратных метров жилья. За 5 лет объемы строительства в стране выросли на 60%. Во многом помогла ипотека. На Госсовете решали, как сделать ее доступнее. Много внимания уделили новым механизмам. Так было предложено выпускать ценные бумаги для ипотечного кредитования. Впрочем, было много внимания уделено строительству жилья. Процентов 80, если не 90, механизмам новым, запускаемым. В Томсе обсуждался выпуск ценных бумаг, дополнительных, специально, только для ипотечного кредитования. Мы сейчас по историческому центру сделали, тоже выпустили ценные бумаги. И в конце мая начнут продаваться, торговаться эти бумаги. Эти деньги будут направляться на жилищное строительство, финансироваться ипотека. Также на Госсовете обсудили решение проблем долевого строительства, создания специальных страховых компаний и снижения административных барьеров для застройщиков. В частности, введение дополнительных ограничений для надзорных органов. Сегодня губернатор Николай Меркушкин провел свой рабочий день в Сызране. Там он открыл первый ледовый дворец города. Старт его строительства руководитель области дал летом 2014 года. В церемонии открытия дворца принял участие вратарь сборной России по хоккею, воспитанник Самарского клуба ЦСК ВВС Семен Варламов. До недавнего времени в губернии было всего три центра с крытым льдом. Два в Тольятти, один в Самаре. Но за последние четыре года по инициативе главы региона ситуация кардинально изменилась. В Самарской области построено 11 ледовых арен. В ближайшее время свои двери откроют еще несколько таких спортивных объектов. В Сызране губернатор осмотрел стадион Центральный, который сейчас приводит в порядок. Кроме того, Николай Меркушкин ознакомился с ходом работ по капитальному ремонту дорог и многоквартирных домов. Подробный сюжет о визите главы региона в Сызрань смотрите в наших следующих выпусках. Крик о помощи у 10-летнего мальчика – редкий диагноз мышечной дистрофии Дюшена Беккера. Это генетическое заболевание, при котором мышцы постепенно слабеют и теряют способность сокращаться. Болезнь неизлечима, но с помощью различных способов можно продлить мышечную силу. Однако ребенок проживает в сложных условиях, из-за чего болезнь прогрессирует. Как можно помочь мальчику, узнала Марина Матвейшина. В дневнике только пятерки на столе стопка книг, которые Славик планирует прочитать в ближайшем будущем. Десятилетний мальчик очень любит учиться и всегда прилежно выполняет все задания учителя. А когда хочется отвлечься от учебы, мальчик собирает конструктор. Это вот птица из лего-мультика. Я ее сам собирал. Долго собирал? Ну, довольно-таки долго, хотя за один день собрал. Все вот это вот тут открывается. Вот такой вот конструктор. У Славы Шепелева мышечная дистрофия Дюшина-Бекера. Очень редкое генетическое заболевание. Один случай на три с половиной тысячи новорожденных. Болезнь неизлечима и прогрессирует с каждым днем. С восьми он уже не ходит. Он ходил. И вот восемь лет, когда исполнилось, как будто кнопочку кто-то нажал, он встал и все. И теперь вот я наблюдаю, у него же деформированная стопа. В Славе было два года, когда мать узнала, что ребенок болен. Она сразу от него отказалась. Отец мальчика погиб. Сейчас Слава с бабушкой живут в общежитии, в комнате без удобств. Семья живет на пятом этаже. Поскольку здание не оборудовано лифтом, а бабушке с 70 лет довольно-таки тяжело спускать и поднимать ребенка на инвалидной коляске по ступенькам, то мальчик лишен возможности бывать на свежем воздухе. И в буквальном смысле не видит солнечного света. Сейчас Галина Шепелева с внуком мечтают продать свою комнату в общежитии и купить квартиру. Чтоб с удобствами и на первом этаже. К проблеме подключились депутаты городской думы и администрации советского района. Семье помогли с обследованием в больнице Середавина. Теперь Славик готовится к поездке в Москву, в реабилитационный центр. И у Славика появляются уже контакты, какие-то друзья, знакомства. Он понимает, что он просто не одинок в этом мире. Мы должны все вместе собраться вокруг таких людей, особенно детей, и помогать им. Вот это, наверное, основная задача нашего общества. Нельзя проходить мимо, потому что вы сами знаете, что даже добрые слова всегда вам поможут. Семья готова принять любую помощь – и волонтерскую, и финансовую. Желающие помочь Славе Шепелеву могут позвонить на телеканал «Самары ГИС», чтобы узнать, как связаться с семьей. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов, События. Сто процентов социальных учреждений региона должны быть доступны для инвалидов. Такую задачу ставят областные власти перед всеми муниципалитетами. Уже несколько лет в регионе реализуется программа «Доступная среда». План выполнили в среднем более чем наполовину. Что было сделано за это время, узнала Валерия Макарова. Города и села в области становятся все более комфортными для проживания людей с инвалидностью. Задачу выполняют постепенно, отчитываются главы муниципалитетов. Только в одном Красноглинском районе пандусами, поручнями и специальными подъемниками обеспечили 69 объектов. Если говорить о реализации программы сегодняшнего дня, то она идет уже на другом уровне, потому что обеспечение доступной среды подразумевает не только пандусы и поручни, и кнопки вызова. В общем-то там целый перечень технических средств. Особое внимание в программе «Доступная среда» уделяется обустройству всеми необходимыми средствами школ. С сентября вступает в силу новый образовательный стандарт. Теперь все построенные учебные заведения должны соответствовать всем необходимым требованиям. В Самарской области первую такую школу построят в крутых ключах. На этот проект выделено почти 500 миллионов рублей из федерального бюджета. Насколько здание будет комфортным для детей с инвалидностью, проверят представители общественных организаций инвалидов. Сейчас речь идет о том, чтобы вот эта доступная среда не создавалась без участия общественных организаций. Чтобы участвовать в подготовке документации на строительство и в приемке объектов после того, как что-то построено. Никакие вопросы там не могут решены быть в жизни у человека, если он не будет социализирован, если он не будет находиться рядом со сверстниками, в социуме. И мы таким образом и его к нормальной жизни готовим, и детей учим в совершенно другой культуре. Особое внимание главам районов поручено уделить трудоустройству инвалидов. В течение 2016 года в каждом муниципалитете должны создать и оборудовать рабочие места для инвалидов третьей группы. Валерия Макарова, Лариса Шалафа, Дмитрий Мешканцов. События. А сейчас коротко о других темах дня. На перекрестке Полевой и Молодогвардейской временно ограничено автодвижение. Там проводят гидравлические испытания и устраняют повреждения на трубопроводе диаметром 500 миллиметров. Земляные работы уже выполнены. Начали демонтаж изношенных фрагментов. В планах теплосетевиков заменить в общей сложности 35 метров трубопровода. Полностью открыть участок дороги планируется к 20 мая. Самарские блогеры пытаются убедить суд, что не вымогали деньги, а договаривались о пиар-компании. Напомним, на скамье подсудимых оказались Дмитрий Бегун, Олег Иванец и Наталья Миронова. Их обвиняют в вымогательстве более 3 миллионов рублей у бизнесмена Шатила. Во дворе на улице 22-го портсъезда пьяный водитель сбил женщину. По данным силовиков, 28-летний водитель Лада Гранта превысил скорость. Сбил 27-летнюю женщину, которая стояла на газоне слева, и врезался в дерево. Пострадавшую с травмами доставили в реанимационное отделение одной из городских больниц, где она впоследствии скончалась. Леса Самарской области обработали от вредителей, листовертки и шелкопряда. Всего опрыскали 11 тысяч гектаров деревьев в Красноярском и Кенельском лесничествах. На это потребовалось 33 тысячи литров биопрепарата. Работу проводили с помощью самолета Ан-2 и двух КамАЗов. Обработка продолжалась в течение 10 дней. В это время посещение лесных массивов для людей временно ограничивали. История с потерявшимся и пойманным накануне лосенком получила продолжение. Сегодня горожане заметили лосиху, его мать, в районе улицы Советской Армии. Напомним, во вторник животное переплывало в Волгу в районе 9-й просеки. Очевидцы рассказали, что лосиха, видимо, испугавшись, уплыла обратно, а лосенок остался на берегу. Предположительно, на обратном пути маму малыша отнесло течением в район улицы Советской Армии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работа коммунальных контор, административные комиссии выписывают штрафы юрлицам. А это значит, что на их оплату идут средства, собранные из собственников. Предлагается внести такие изменения, чтобы наказывать рублем должностных лиц, которым придется отвечать по закону с личным, а не с корпоративных счетов. Все средства должны идти на ремонт домов. Также качественно коммунальных услуг напрямую связано с тем, кто управляет домом, коммунальные конторы или товарищество собственников жилья. Необходимо, чтобы последних было больше. Они сами решают, какой им устанавливать плату для каждого своего собственника. И, соответственно, собственник видит, что стоит председатель ТСЖ, это не человек, который кладет их деньги в карман, а человек, который их деньги тратит на улучшение их нужды. Наша задача, проект управдом и, соответственно, местных отделений партии, встать на защиту, в первую очередь, интересов собственников. Управляющие компании до сих пор считают, что они главные в этом процессе. Потому что они собирают деньги и они диктуют условия. Нет. Главные в этом деле – собственники. И вот это мы должны изменить. Когда управляющие компании поймут это, тогда, может быть, какие-то подвижки будут, и они будут выполнять те работы, которые положено им выполнять. Мыть начисто, чистить на совесть. Бригады рабочих, которые привозят в порядок остановочные павильоны в Самаре, вооружившись скребками и химраствором, отправились на борьбу с грязью и незаконной рекламой. В рейде с бригадой побывала и Марианна Мирная. Банные процедуры два раза в неделю. Если дождь, и того чаще. Остановочные павильоны в Самаре моют, полируют и очищают от незаконной рекламы. Частные объявления, говорят рабочие, нарастают быстрее, чем грязь. Естественно, обидно. Мы пытаемся как-то пресекать, если во время помывки. Даже бывает такое, что во время очистки люди приходят и клеят прямо рядышком. Коммерческая информация должна размещаться на рекламных конструкциях на платной основе. Для частных лиц есть 470 специальных информационных стендов, где можно бесплатно разместить свои предложения. Остановка совсем не место для расклейки. Ждать транспорт – не самое приятное занятие, особенно если остановка, на которой стоишь, вся грязная и заклеенная объявлениями. Гораздо лучше, когда в зеркально чистой поверхности можно увидеть свое отражение, говорят жители. Потому что чисто, приятно, красиво, прозрачно. Приятно сдать автотранспорт. А грязно, когда рекламы разные, ненужные. Это, конечно, не красит ни город, ни остановку. И в общем, в целом, общество наше. На сегодняшний день в Самаре почти 900 остановок. За частью уже регулярно ухаживают подрядчики. Еще больше 300 павильонов, за которые отвечает муниципальное учреждение Самара «Информресурс», преобразятся в ближайшее время. В ближайшее время будет производиться ремонт, очистка и окраска данных остановок. Также планируется замена в центральных частях города, скажем так, обновление этих остановок на более современные стеклянные остановки. Вода, специальный химраствор, скребки и рабочие руки. 20 остановок в день – это не предел. Особое внимание исторической части города и туристическим маршрутам. Мариана Мирная, Григорий Плешаков. События. Во всех районах Самары продолжается уборка. В течение месячника по благоустройству навели порядок в парках, в скверах и на улицах. Сейчас особое внимание незакрепленным территориям. За уборкой на улице Врубеля наблюдала Лариса Шалафаст. Ногодворника на этом участке улицы Врубеля не ступало несколько лет. Эта территория не закреплена ни за одной организацией, поэтому порядок здесь наводили крайне редко. Благоустроить территорию вызвалась подрядная организация. Объем работы большой. С одного небольшого участка собирают до десятка мусорных мешков. Потом мусор этот вывозится. Мы это все собираем. Потом приезжает трактор, КАМАЗы. Это все грузится и вывозится на свалку. В ближайшее время на борьбу с мусором выйдут на площадку у дома печати и в гаражный массив на улице Карла Маркса. Всего в Октябрьском районе насчитывается порядка ста таких незакрепленных территорий. У нас есть бригады, которые ездят по району, выявляют такие места. В случае выявления передается подрядная организация, она сразу же встает на это место и убирает эту территорию. Приводить в порядок незакрепленные территории в Октябрьском районе будут в течение всего года. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Можно ли приносить птиц домой и кому нужны мухоморы? Игрой «Экологический светофор» отметили в Самарском зоопарке Международный день парков. Для наглядности детям разрешили погладить занесенных в Красную книгу варана и питона. Познакомиться поближе с экзотическими животными решила и Марианна Мирная. Красная охрана природы, желтый царство животных, зеленый флора, экологический светофор, интерактивная игра для школьников. В Самарском зоопарке отметили Международный день парков. Праздник обращает внимание людей на проблемы экологии и пропагандирует охрану окружающей среды. Наш зоопарк был основан в 1992 году. Нашему зоопарку в этом году исполнилось 24 года. Он прошел большой путь от небольшой коллекции животных, которая насчитывала 80 особей, до такого прекрасного парка, который вы видите сейчас. В нашем зоопарке насчитывается 1100 особей, которые принадлежат к 190 видам, ста из которых занесены в Красные книги различных уровней. Именно в зоопарках дети могут научиться бережному отношению к природе, понаблюдать за животными, их поведением и особенностями. Даже юные посетители зоопарка точно знают, как важно беречь природу и охранять животных, особенно занесенных в Красную книгу, как, например, вот такого африканского питона. В естественной среде их осталось очень мало. И если в дикой природе такой питон может задушить свою жертву, то этот, посмотрите, мирно сидит на руках. Марьяна Мирная, Григорий Пляшаков. События. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте! С вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Свой первый гол Хасан Ахметов забил в 6 лет, играя во дворе в футбол. Через 6 лет он победил в районных соревнованиях и играет в финале Самарского турнира «Кожаный мяч». Юный спортсмен командой доволен. Мы заняли первое место. Пацаны вообще отлично сыграли. Я получил бомбардир, забил 15 голов. Там тренер хорошо командовал, Василий Вячеславович. Ну, заняли первое место. Победы от сборной команды 92-й школы не ожидал никто. Ни игроки, ни тренер. Тем неожиданней она была. Победа принесла путевку в городской этап турнира. Впереди, если повезет, финал Самарской области и всероссийское дерби. Мы выиграли районный этап по Октябрьскому району в средней группе. Достаточно неожиданно мы выиграли первенство района. Ну, молодцы ребята, старались, бились. И очень хотим достойно выступить на городских соревнованиях. Уже более полувека клуб «Кожаный мяч» объединяет на футбольном газоне детей и взрослых. 27 команд в трех возрастных категориях будут бороться за возможность представить город на высшем уровне. Ребята хотят играть. Ребята выходят на футбольное поле с горящими глазами. Ну, и бьются, скажем так, бескомпромиссно. Потому что каждый понимает, что перед ним стоит определенная задача. Ну, и все хотят играть на более высоком уровне. Традиционно перед городским финалом прошел и матч между любителями футбола администрации Самары и представителями СМИ. Победили журналисты 2-0. В прошлом году с таким же счетом матч закончился в пользу чиновников. А кто станет чемпионом Самары в турнире «Кожаный мяч» в этом году, определит субботний финал. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Я на этом с вами прощаюсь. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго, увидимся. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова